Всем привет! Меня зовут Саша, я очень рада приветствоваться на канале. И знаете, почему я сижу в спортивной одежде? И судя по прическе, то не особо подготовленная к снятию этого видео. А все потому, что буквально полчаса назад мне пришла идея, какое же мне видео снять на мой канал. Сразу же всех хочу познать с наступлением прекраснейшей поры лета. И все вы, наверное, знаете, что многие к лету худеют, качаются, либо растягивают свое тело на шпагат и там всякие акробатические элементы, чтобы оно смотрелось красивее летом, так как летом мы ходим в всяких шортах, футболках, платьичках и таком, что коротенькое. В общем, я думаю, вы поняли. Так вот, я на протяжении весны тоже садилась на шпагат. Я села очень хорошо на продольный. Я на нем, конечно, раньше сидела, но сейчас я сижу спокойно и уверенно. И также я растягивалась на побережный шпагат. Но в какой-то момент я как-то так получила, что это забросило. И поэтому я так и не села на побережный шпагат. Поэтому сегодня мне пришла идея, что я буду месяц растягиваться каждый день и показывать свой результат на протяжении дня. И сниму в начале и в конце месяца свои шпагаты, свои результаты. Но так как месяц это сильно долго, поэтому я решила это сделать за неделю и показать, как за неделю можно сесть на шпагат. Я буду садиться в минус на продольный и просто на поперечный. Сегодня я вам покажу упражнения, какие нужно делать, либо просто можно делать, чтобы сесть на шпагат. Как сесть на шпагат быстро, за неделю, за месяц. Но вы, если хотите сесть на шпагат, то можете также со мной неделю делать упражнения, либо просто делать неделю, а потом продолжать их делать. Вообще, как я знаю, то шпагат нужно тянуться 3-4 раза в неделю, но так как я хочу скорейшего результата, то буду делать это каждый день. Я думаю, это ничем мне не навредит, а только будет полезно. В общем-то, вы будете делать эти упражнения вместе со мной. Я, кстати, после окончания этой недели буду продолжать тянуться на шпагаты, так как за лето я не хочу потерять свои шпагаты, так как на них сесть достаточно сложно. А вернуть их и потерять растяжку достаточно просто. Ну, я думаю, вы понимаете, кто с этим знаком. И да, даже если вы бревно, даже если вы никогда не садились на шпагат, то поверьте, если вы захотите и будете делать постоянно и старательно, то у вас все получится. Так что советую подписаться на мой инстаграм, вы тут сейчас видите ник, и там вы узнаете еще маленькие хитрости, как сесть на шпагат. Вообще, я там пишу много интересных постов не только про шпагат, но и про всю свою жизнь, всякие истории, лайфхаки и так далее. Советую вам подписаться, либо хотя бы заглянуть, может быть, вам что-то будет интересно и полезно. В общем-то, погнали! Упражнения на поперечный и продольный шпагат и результат до-после. В разминке я делаю самые банальные упражнения, которые мы все делали на уроках физкультуры. После этого я делаю ту же самую банальную складку. Нам нужно очень хорошо растянуть подколенные связки. Она нужна для всех трех шпагатов. Сейчас я вам покажу упражнения, все из которых делаются по 30 секунд, можно больше, но не меньше. Я покажу на правую ногу, соответственно, все то же самое на левую. Первое – это был выпад. Сейчас я делаю выпад, но заднюю ногу я подгибаю и держу одноименной рукой. После этого я также оставляю ее согнутой и беру уже другой рукой. Мы очень хорошо тянем переднюю поверхность заднего бедра. Вроде бы так это должно звучать. Дальше я беру все двумя руками и тоже притягиваю ногу. На самом деле это не очень приятная связка, но хорошо после этого себя чувствуют ноги. После этого на задней ноге я сгибаю ее, а переднюю выравниваю, то есть делаю все наоборот и пригибаюсь к ней. После этого уже в сидячем положении одну ногу я сгибаю, а ту, которую вы сейчас тянете, выравниваю колено и притягиваю ее к себе. Дальше я уже, соответственно, сажусь на шпагат и сижу на нем минуту, можно больше. Дальше я делаю то же самое, как в выпаде, только уже на шпагате. Это еще хуже, чем в выпаде, потому что тут все намного больше тянется. Если вы садитесь в минус, то найдите какое-то возвышение и сядьте, соответственно, в минус, просидите так минутку. Поперечный шпагат лично для меня тянется сложнее, но вы выберете тот шпагат, который для вас тянется легче и вы его будете с удовольствием тянуть. Для начала самое банальное это бабочка. Хорошо прижмите колени к полу руками и можно согнуться. Дальше разгибаем ноги примерно 120-150 градусов, наклиняемся вперед и, можно сказать, отдыхаем, не считая того, что у нас тянутся ноги. Дальше мы делаем лягушку или как это называют, в общем, ноги под углом 90 градусов и хорошенечко тянемся к полу. Наши колени будут потихоньку разъезжаться, а мы тянутся. Дальше одну ногу выравниваем, вторую оставляем и тоже тянемся. Потом меняем ноги на другую сторону, это обязательно. Кстати, у меня есть такое, что у меня одно колено хорошо ложится к полу в поперечной шпагате, а второе нет. У вас есть такое или нет? Дальше я просто сажусь на шпагат. Ну и на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео и у вас так же, как и у меня, получилось что-то из всего этого. Я очень буду рада, если вы поделитесь своими результатами, что у вас получилось со мной в инстаграме. И будете продолжать растягиваться. Либо я очень буду рада, если вы вообще в этом все участвовали. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал обязательно, обязательно, обязательно. Подписывайтесь на мой инстаграм, я уже говорила в начале видео и про него рассказывала. Можете туда заглянуть и в описании будет еще два моих инстаграма. Про них я рассказывать не буду, просто можете прочитать в описании, про что они и тоже на них заглянуть. В общем-то, всем огромное-огромное-огромнейшее спасибо за просмотр. Всех люблю, всех целую. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok